О важном и дорогом, душе и мире, событиях и явлениях. Открытый разговор в программе «Точка отсчета». Слушайте прямо сейчас. На самом деле здесь идет речь о колоссальном разрыве между образованием и практикой, жизнью. Что делает школа для того, чтобы сократить этот разрыв? Этот вопрос я адресую директору Оранжвильской христианской академии. При церкви «Дом хлеба» Леониду Мургуну. Точка отсчета. Это начало нового дня. Новые жизни. Новых решений. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, ваш диплом вам когда-нибудь пригодился или нет? Мой диплом, если сказать, показывал. Показывал, да? Показывал о том, что я имею образование. Замечательно. И на этом все. И на этом все. Ну, я так понимаю, что в вашей школе все-таки вы решили несколько по-другому. То есть построить систему образования, переформатировать подход. Что вы делаете для того, чтобы дать детям действительно конкурентоспособные знания? Куда они с этими знаниями потом могут пойти? Вот интересно. Очень интересный вопрос. И, во-первых, это практический вопрос. Потому что в наши дни, особенно в наше время, многие родители переживают за своих детей. И хотят дать им самое лучшее образование. Почему? Потому что, ну, каждая мама так, она смотрит или видит в своем ребенке определенную ценность. И ее ребенок самый-самый лучший. Поэтому я как-то поднял такой вопрос. А все-таки, какой же ребенок самый лучший? И вот сколько мам, родителей находятся, так они скажут, что да, мой ребенок самый лучший. Почему? Потому что это ее ребенок. Отвечая на этот вопрос, что мы делаем для того, чтобы дать ребенку хорошее образование? Чтобы оно развивало личность ребенка? Мы считаем, что христианское образование – это самая лучшая модель. Почему? Потому что оно развивает все целое ребенка. Если мы говорим о личности, значит, личность должна развиваться целиком. Существуют другие модели образования. Ну, вот такое, как светское или государственное. Я считаю, что это образование, оно не способно развить все духовные возможности, которые присутствуют в ребенке. Поэтому оно не совсем подходящее для нашего христианской комьюнити. А вот христианское образование, которое построено, можно сказать, на философии, христианское образование на подходе, оно как раз и открывает. Почему? Потому что, когда ребенок находится в школе, он, во-первых, изучает все общеобразовательные предметы. Это включая английский язык, математика, сайенс, науки и история, или social studies, арт обязательно идет, и Библия включается в христианских школах как основной предмет. В государственных учреждениях Библия не изучается, потому что Библия, она дает познание о Боге. Она говорит, что Бог является творцом всей Вселенной, и Он учредил Вселенную, Он учредил законы, и особенно, когда дети изучают биологию, физику, химию, они как раз могут видеть эти законы, исследовать их. И также они изучают английский язык и математика. И математика – это то, что Бог сотворил порядок, или дал всему порядок, всей Вселенной. Поэтому вот с этой точки зрения дети познают, что Бог есть творец. Библейское образование, оно развивает духовную часть личности человека, в которой, кстати, каждый человек является духовен. И поэтому для того, чтобы развить, надо иметь познание о Господе, о том, что Господь является творцом, человек нуждается, чтобы он был в мире с Господом, и это очень главное для личности, для развития. Точка отсчета – это начало нового дня, новой жизни, новых решений. Спасибо всем, кто присоединился. Это программа «Точка отсчета» с Алексеем Боровских. В нашей студии директор Оранжевильской христианской академии, общеобразовательной школы при церкви «Дом хлеба» Леонид Маргун. И мы говорим о разрыве между образованием и практикой жизненной, о том, как этот разрыв преодолевается. Леонид, вот условно говоря, всегда все вспоминают о такой негласной войне между физиками и лириками. В бывшем Советском Союзе, в странах бывшего Советского Союза до сих пор существуют специальные образовательные учреждения, например, школа с углубленным изучением математики, школа с углубленным изучением иностранных языков или с углубленным изучением каких-то гуманитарных предметов. И получается, что детей разводят по разным программам, разным школам, как бы выявляя у них разные направления, вот куда они развиваются. А как вы вот объединяете и физиков, и лириков в одних классах? Конечно, в нашей школе так, она больше имеет такой углубленный гуманитарный или к языкам. Наши дети, они изучают четыре языка. Первое, это английский, это основной язык, где дети изучают все предметы на английском языке. У нас очень хорошие англоговорящие учителя, и у нас есть русский язык, где дети изучают не на английском языке, а на русском, потому что все дети, они выходцы из славянских семей. И у нас есть испанский язык, так как мы живем в штате Калифорния, и в Америке второй язык – это испанский. И целесообразно для детей знать испанский язык. И плюс к этому это дает для них в будущем большие возможности для того, чтобы устроиться где-то на работу, потому что они будут знать намного больше языков. И четвертый язык – это у нас греческий язык. Так как у нас школа христианская, я считаю, что наши дети должны читать Евангелие в оригинале. И потом, когда пастор проповедует, и они, сидя в церкви, внимательно анализируют проповедь пастора. Я думаю, что пасторы из церкви Сакраменто уже дрожат, ожидая подрастающего поколения выпускников Оранжевильской христианской академии при церкви Дом Хлеба. Ну вот у нас есть одна девочка, кстати, она с церкви Дом Хлеба, и как-то мы спросили, а кто кем хочет быть? Она сказала, я хочу быть доктором и хочу быть пастором. Вот так вот, и то, и другое. Поэтому пастора в церкви Дом Хлеба должны уже задуматься, что уже кандидаты на подходе. Конкуренция большая. Ну не знаю, в каком служении будет пастор, но желание есть. Поэтому дети у нас склонны к изучению языков. И четырехязычный подход, он как раз дает возможность хорошо детям развиваться. И мы замечаем, что самые меньшие дети так у них намного лучше помучается, чем более старших. Поэтому это уникальный. А вот каковы результаты тестирования? Я так понимаю, что экзамены у вас постоянно проходят, тестирование постоянно проходит. Вот уровень знаний при такой нагрузке каков? Я бы сказал, что неплохой. В меньших классах дети очень хорошо сдают тесты. У нас будет общенациональный тест. Это террановый тест. Он будет проходить в середине апреля месяца. И все дети будут сдавать. Этот тест дает все христианские школы и частные школы. Хотя бывают различные варианты. Мы здесь, конечно, не сравниваем чартерные школы или государственные. Потому что там у них другой тест. Кстати, там уже некоторые тесты отменили. Поэтому это среди христианских. Но общая статистика так, она дает нам, что результаты частных или домашних школ, христианских школ, они намного выше, чем государственные. Это общенациональная статистика. Запись открыта в вашу школу? Да. 24 часа в сутки. Я напомню, что телефон Оранжевильской христианской академии при церкви Дом Хлеба 916-273-2735. Еще раз повторю. 916-273-2735. Спасибо большое, Леонид. Пожалуйста. Да. Это была программа «Точка отсчета» с Алексеем Бравских. До свидания. «Точка отсчета». Это начало нового дня. Новой жизни. Новых решений.